Что касается работы таможенников и пункта пропуска, то наши сотрудники находятся все на рабочих местах, они готовы к оформлению, досмотру, осмотру, они готовы работать на продление, если это будет необходимо вдруг, если будут какие-то изменения с китайской стороны. То есть мы работаем только с теми фурами и с теми машинами, которые зашли в пункт пропуска. Вчера, по крайней мере, у водителей была забастовка, и ни одной машины в пункт пропуска не заходило по инициативе водителей. Наши сотрудники таможни, все находились на рабочих местах, все ожидали, что кто-то из водителей все-таки начнет движение, и их начнут запускать. Но ни один водитель не согласился вчера заходить, поэтому вчера пункт пропуска работал, но ни одна машина в пункт пропуска не зашла. И пограничники тоже были готовы пропустить, но никто не заходил. На сегодняшний день пока ситуация остается шаткая, потому как они, не знаю, оставаться им при своих принципах водителям и стоять на месте. Ну вот, например, сегодня в 9.45 зашло две машины. Это гребешок в карапорт и фура с лесом, которая была на досмотре, она на складе, правда, уже стояла. Вот она вышла сегодня в Китай. Далее неизвестно, будут дальше заходить водители или нет. Когда мы туда приехали, да, то есть у водителей не было претензий к пограничникам и не было претензий к таможнику. Что они хотят? Чтобы уменьшились очереди, на такой очереди не от нас зависит, а приняла такие жесткие меры китайская сторона. И эта ситуация еще с апреля месяца тянется. Они сразу сказали, что мы будем досматривать и осматривать и проверять всех на наличие инфекции. Просто дело в том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией китайцы стали запускать и выпускать очень мало машин. То есть если раньше пропускная способность была 50 машин, то теперь они делают максимум 30-20 вольт. А последние два дня они вообще запускали только по 10 машин. Разрешали только 10. Выпускали и запускали только 10, и все. Ну и, видимо, водители это взбудоражили.